Клэн Бисквит Дорогие друзья, лучшая команда для лучшего зрителя Дорогие друзья, давайте сразу познакомимся Я, короче, Мария, мне 19 лет, я снова Кузнецкий Там, короче, шахты, все Меня зовут Настя, мне 20, я из Машкова Там, в принципе, ничего примечательного, ну, как в шахте, может быть Хорошо, хорошо Меня зовут Олег, я из города Рубцовска и... Боже, я не сделала прививку от Рубцовска! Не, вы не бойтесь, у меня врожден иммунитет, ревет Все хорошо, но мы тебя знаем, ты, Саня, из Молдавии Нет, я же в поле рос Подожди, в Рубцовске все такое у тебя? А, хорошо Слава богу, я переживал Леночка, ты же в Новосибирске? Да, я в Новосибирске Отлично, давай отвлеки, отвлеки чуть новосибирского зрителя, а мы пока подготовимся, хорошо? Хорошо Давай Детки-конфетки, привет-привет всем! Видели, какой сегодня дождик на улице капает? Видели? Ну, давайте тогда мы вместе с вами покажем Приготовим ладошечку и один пальчик И теперь закапала одна капелька А сейчас две капельки И три капельки Четыре капельки И целые И закапал пять капель Кровьна, крếuна Спасибо, спасибо Ореточка Такая молодец Ну что ж, ребята, все нормально Давай начинать Ну что ж, дорогие друзья Дорогие мои ребятки, такой случай мог произойти абсолютно с каждым из нас. Девушка, возьмите курточку. Простите. Ой, простите, пожалуйста. Зайчики мои, я знаю, что вы точно никогда не видели, как проходит выпускной в тюрьме. Дорогие выпускники, вот вы и отправляетесь во взрослую, свободную жизнь. Мы были вместе 11 лет. А кто-то им больше. А кто-то им больше. Хорошо, что к нам приходят старые выпускники. Искитим. Главный по Искитиму. Здравствуйте. Главный по Громайке. И встречайте новую мэр города Перска. Но вы же понимаете, я ненадолго. Конечно же, ты к нам вернешься. Буклики мои. А сейчас на сцену выйдет парень, который первый раз закрыл сессию вовремя. Блин, первый раз сессию вовремя закрыл. Ха, я же тебя что хочу-то творю. Петюлик себе, петюлик. А в школе всегда понятно, кто двоечник. Смотрите, очень трудно уфигеть. Здравствуйте. Ребята, здравствуйте. О, Сань, привет. Как вчера посидели? Было весело. Перчики, открою вам тайну. Очень тяжело общаться на расстоянии. Но век новых технологий это стало гораздо удобней. Вася, это для тебя. Кассирша, которая продает билеты в плей-офф. Капец, ну где же эта кассирша? Так вон она идет. В машине куще золотого крова. Дорогие, тина и любимые жахты. Люблю я, знаешь, кто слюбит эту кассирку в жизни. Ну что, Штарке объявляется открытым. Четыре билета. Есть! 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 Солнышки, а сейчас вы увидите, это необычный клуб. Ведь в наше время много клубов. А это не обычный клуб, а анонимный клуб. Давайте же посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Иван. Мне 19 лет. Я никому никогда не рассказывал, но я толстый. Не может быть, Ваня! Мне зовут Настя, мне 20. Я толстый. Никогда бы не поверила. Никогда бы. Здравствуйте, меня зовут Олег. И это я всем рассказываю, что вы толстый. Вот ты дичь. А мы любим дичь. Ребятки, ребятки, собирайтесь сюда. Надо же как-то заканчивать наше приветствие. Давайте закончим словами нашего генерального спонсора. А как он сказал, надо меньше кушать. Ваня, вообще-то он вот о тебе сказал. Вообще-то запиздришь. Команда КВН Бискрит, ваши аплодисменты! Следующий конкурс. Разминка. Разминка у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри. Давайте первый вопрос задаст Ксения Корнева. Сделаем вот так. Да, друзья, под ваши аплодисменты Ксения Корнева задает первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, команды. Что-то я так наржалась, я все забыла. Еще хотела спросить. Очень смешно. Спасибо вам за визитки отдельно. Еще раз спасибо огромное. Очень весело. Вопрос у меня будет такой. 27 марта начинается финальная серия Восточной конференции по хоккейу. Хотела сказать, континентальная хоккейная лига. Ничего не перепутала. Лига-дрига. Вот. Между Акварсом и Сибири. Все вы знаете об этом. Вопрос будет такой. Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда Квен. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу на свет, он сам не пойдет. Он такой, о, хоккей, нет. Ну, типа, додумать. Они что-то знают. Отвечает сборная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема. Меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда Квен, мы не стесняемся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. А потом... Это отвечает команда, давай по новой. Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по пять тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо! Спасибо, Ксении Корневой, амбрисменты! Да, теперь, Игор, можно передать туда дальше. Потом... Сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то. Задает вопрос Ирину Дунчеву, ваши амбрисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду. Сибирь как-то отплодает, видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну, тогда обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Вопрос про длительные первомайские праздники. И как вы будете праздновать? С вами вы, короче, такая красивая. Вопрос на спеда, ему бы выехал. И на сцене еще, вот ты жопа. Отвечала команда КВН «Огород», сейчас отвечает команда КВН «Бисквит». Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так это кидаю, все праздники везти, поэтому... Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда КВН «Мы не стесняемся». Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда КВН «Дети ректора». Планы на первомайские праздники? Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Вот. Отвечает команда КВН «Давай по новой НГУ». Планы на первомайские праздники? Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда «Моя любимая команда КВН». Ваши планы на первомайские праздники? Ну я изводника, не дай бог в море, а! Ну он стопал, ну он стопал прям. Отвечает команда КВН «Чай». Здравствуйте, можно полностью, извините. Нам предстоят большие первомайские праздники и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Ну вот. Отвечает команда КВН «Давай по новой НГУ». Я отберилась! Ваши планы на первомайские праздники? Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники? Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ будет. Отвечает команда КВН «Погладь Кота». Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что, думаю, все праздники у нас пройдут на поле. Аплодисменты. Отвечает команда КВН «НОВОСИН». Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? Оооо, да как обычно, че ты. Аплодисменты. Зайдет, зайдет. Нам по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев. Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы стоите-таки молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да, вот так. Как продлить молодость? Ты прорал по моим эмоциям. Отвечает команда Коми, я убедилась. Как продлить молодость? Ну, добрать ее в вышку. Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте. Плюс-вилос. Ага, про Путина всегда смешной. Отвечает команда КВН Дети Ректора. Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко. Как в воду, гляди. Конечно. Все, больше никто не хочет обучать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно? Да, хватит маленьких. Отвечает моя любимая команда КВН. Как продлить молодость? Ну, обычно про продление от других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлимешь. Молодость. Отвечает команда КВН Огород. Пожалуйста. Как продлить молодость? Непонятно. Это типа ты, понял? Да, это так смешно получилось. Один с педа, другой с Новокузнецкого. Ну, началось. Несмешными ответами такой отыгрыш. Поцелуиный, поцелуиный. Итак, это бисквит, да, насколько я понимаю? Да. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочек. Автор. 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 Семнадцати тысяч команд КВН. Конечно. Отвечает команда КВН, давай по новой. Пожалуйста. Как продлить молодость? Умирай молодым. Барзон и баскин, коблицовый. Как-то грустно. Отвечает чай. Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себя в зеркало. Думаешь, как это старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю. Как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам. Что? Ха, тык мой какой. Отвечает Новосиб. Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, Вайк. Следующий вопрос. Видимо. Даш, спасибо Егору Канцеву. О, сейчас я вам рашу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Евгений Сальцев. Автор команды КВН. Неплохая компания. Сыстры. Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. И не только всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха, на тело. Ой, они такие ломались. Отвечает команда КВН ООСИП. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завязывай, не надо. Не, 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 не. Отвечает команда КВН БИСКВИТ. Итак, куда девать мне эту стаю? Навертель их вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда КВН БОГЛАЙКОТ, а? Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды КВН, я убедилась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про Зайцев. Хроник. Моя любимая команда КВН. Ну, давай, водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит. И когда? Итак, куда мне девать шею эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, Зайчики, вы свободны. А можно полностью? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь и также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на шухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было всем делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда Хоумен. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчики гонки! У-у-у! Наконец-то! Отвечает сборная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая? Так отдай их дед Мазайю! Команда Угород. Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? Наскуда кину в горы, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой». Можно полностью? Да нет. Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только шоума и трехкратный финалист Лидии КВН-Сибирь, а также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска, но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху, и там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку, а то... А то зайчик не появится. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сальцеву, друзья! Он вот мой мангальный друг, друзья. Сергей Автозагарович Ганкин! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно, у меня небольшая проблема, у меня совсем скоро день рождения, не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды КВН-Чай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Молодец! Молодец! Плюс! А? Кто телефон скажет еще одну плюту. А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3D открыли. Приезжай! Спасибо. Это был ответ от команды КВН. Углайс, кот, да. Отвечает команда КВН «Давай по новой». Как весело можно отметить свой день рождения? Ходи на завод Металлоконструкции, там прикольно. Вот, хорошо. Потом будем вас занимать за ним. Ответ от команды КВН «Я убедилась». Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного староматно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. А? На комедии, на комедии, на комедии. На комедии на свою нюху приходи. Ответ от команды КВН. Моя любимая команда КВН. А, скажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? Сорок лет не отмечают. О, Серега! Не думал, что ты под своей копчености седину скроешь? Нет? А кто это отвечал? Это моя любимая команда, отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды КВН «Директора». Так. Подскажи мне, как и где весело можно отметить свой день рождения? Ты нюх, и ты отметь неплохо. Позови Максу лотоку. А, братан! Как сказал мне друг один, я рисую, как кретин. Вот он! Ответ от команды КВН «Ого урон». Как и где весело можно отметить свой день рождения? Солярий! А, как и будет? Да это естественный загар, правда. Да не надо нам ля-ля. Я могу показать места, где... Ну ладно. Потемнее где? Не потемнее. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины... Нет, стихи не заходит. Не важно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды КВН «Ого урон» «Мы не стесняемся». Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половите зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. Вот. Сборный нормальных людей. Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шарш. Нет больше ответов. Спасибо большое. А, Серега, где бы... С кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С матчей лотокой. С участниками открытой лиги КВН. Аплодисменты всем, друзья! Команда КВН «Бисквит». Ваши аплодисменты! Государственниками! Государственник! Ребят, что-то скучно говорит. И вправду, Настя, совсем скучно. Вообще, темы нет. О, ребят! Кто это? Кто это? Это я, Ванька! Я с гордой приехал! Ванька, ты какими судьбами-то? А вы че такие грустные? Да поговори, особо не о чем. Давайте, ну-ка, какие новости? А может быть, у кого-нибудь какие есть там чё-либо? Ну, в принципе, если подумать, про что нужно? Про Новосибирск? Давай, про Новосибирск, конечно! У нас в Новосибирск строит аквапарк, Мы прямо скажем, идея так себе, Если учесть погодный режим, То в аквапарке всегда минус один, Но будет хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Мы это знаем, знаем хорошо! Ребята, у меня новость, новость есть! Какое желание? Слушайте, слушайте! Шёл я по улице, когда домой Проехал КамАЗ и откатил меня Но я не расстроился, ведь посмотрел я вдаль В Кюгете КамАЗ Осталось лишь педаль и будет хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Мы это знаем, знаем хорошо! Давай, давай, дружок! Оп! Опа, смотри, смотри, батя! Ребята, у меня тоже новость есть! Ну-ка, Сашка, выдавай-ка нам новость! Какая же, ну? Новости читал, там Путин пропал! Позвонил ему, он просто отдыхал! Говорил я с ним за жизнь и за любовь! Нормальный он мужик! Всё и выше в новостях! Хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Мы это знаем, знаем хорошо! Леночка, у тебя есть какие-то новости? Конечно, вам их есть! Ну-ка, давай, расскажи! Жизнь такая спорта, то я поставила на топ! Победила уже Сибирь! Заказала я эфирь! Я для всех накрыла стол! Есть и перчик и растол! Будем вместе мы гулять! За Сибирь мы выпивать хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Мы это знаем, знаем! Хорошо! Всё будет хорошо! Олег, что с тобой было? Фу, ребят, что-то я выдохся совсем! Надо, наверное, коп заканчивать! Дорогие друзья, и что бы мы хотели сказать этой песне? Что всё в нашей жизни будет хорошо! Команда «Бисквит»! Спасибо! Команда «Бисквит»! Команда «Бисквит»!